Игнать Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Светися, светися, Новый Иерусалим. Слава Богу Господи на тебе, Воссия. Лекой ныне веселись и сегодня. Ты же чистая красуя, Богородица. О восстании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскрес и из мертвых. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей Матери. Силы через знака животворящего креста. Святых ангелов, наших хранителей. Всех ради святых. Помилуй и спаси нас. Яко благое си человека любит. Аминь. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наших. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешного. Яко не коли же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавой. Да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойного. Схвалю имя Твое Святое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присто и во веки веков. Аминь. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и соленемощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, и во Твое есть царство силы и слава вовеки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возвикмейся, Господи, ум и просвети сердце. Уснем и отверзивая, ежепетите, а святая Троица, свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, и коего же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многерой Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на мне лениво и грешно, не погубил меня с беззаконием моими. Но человеколюбствовал Еси обычно, и в ничиане, лежащего воздвигме Еси, воежуутрию, эти словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзли мои уста, поучайтесь со совестием Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приедите поклонимся Цареве нашему Богу. Приедите поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приедите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Тридцать шестой столом. Не ревнуй злодеям и не завидуй девочим беззаконным, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и как зеленеющих злых увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца Твоего. Предай Господу путь Твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведись, как след правду Твою, и справедливость Твою, как полгин. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй злодеям и успевающим в пути своем, человеку указствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господу наследуют землю. Еще немного, и не станет мечтивого. Посмотришь на его место, и нет его. Окропки наследуют землю и насладят по множеству мира. Нечтивый злоумышляет против праведника, и скрежеющих на Него зубами своими. Господь же посмеивает самодель, ибо видит, что приходит день его. Нечтивый облажает меч и натягивает лук свой, чтобы не изложить бедного нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Нечтивый пойдет в их же сердце, и ухи не сокрушаться. Малое у праведника лучше богатство многих мечтивых. Ибо мы, что мечтили сокрушаться, о праведниках подкрепляет Господь. Господь зла от дни непорочных, и достоинь их требует во веке. Не будут они подсажены во время лютого, и во дни голода будут сыты. А нечтивый погибнет, и враги Господни, как круг ангстов, исчезут, дни не исчезут. Нечтивый берет займы и не отдает. А праведник милует и дает. Ибо благословенно им наслелит землю, а правка и не стремятся. Господь утверждает со стопы такого человека, и он благоволит в пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и со старой, и не видал праздник, и не оставленный, и потомки с его просящими хлеба. Он всякий день милует и займы дает, и потомки его благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду, и не оставляй святых своих. Вовек сохранятся они, а беззаконы будут извержены, и потомки учатся и стремиться. Праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек. Устав праведника изрекает премудрость, и язык его произвольствия правды. Закон Бога, и он в сердце у него, не покорезнет на стопы его. Нечтивый подкладывает за праведником, и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его, и не допустит обвинуть его, когда он будет судим. Уповай на Господа, и держись в сети его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будет исправляемый нечтивый, нечтивый, ты увидишь. Видя ли он нечтивый, согрозово, расширялся, подобно укоревешивающемуся многому чистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдая за непорочным, и смотри на праведное. Ибо будущность такого человека есть нет. А бездоконники все их придется. Будущность мечтных и погибнет. От Господа спасения праздником. Он защитит их во время скорби. И поможет им Господь избавить их. Избавить это мечтые из поселки. Ибо они на него уповают. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресной в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божия. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Сыну и Святому Духу. И ныне и пресной в веки веков. Аминь. Многомилостивый. И с милостью Божему. Господь Иисус Христос. По великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя. Спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долго. Истинно так. Богат из страдания и неизречен и милости. Ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить, и не увидишь веков веки. Если же веру в тебя, в наших надеждах, то вот я верую. Спаси мне. Ибо Ты Бог мой и Создатель. Да гниется же мне вера вместо дел, Божий мой. Ибо не найдешься никаких дел оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает мне. Пусть она соделает меня частником свалтую вечную. Да не похитит меня сатана. И да не похвалится тем, что уступит меня Твоей, Слово Божие, уручить и защитить. Но хочу ведь. И мне хочу. Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь. Спаси, что я погибаю. Ты Бог мой. А чаю, Матери Моей. Подоби меня, Господи. Ныне возведись Тебе. Так я возведу некого тот самый грех. И в нас подслужи Тебе безвредности. Так я прежде работал на сатану большую Тебя. Буду же прежде всего служить Тебе. Господа и Бога моему Иисусу Христу. В оседней жизни моей. Ныне всегда и вовеке веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел. Постану на близкие моей бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного. И не отпустите ее за неводержанность мою. Не дай возможности зомодемону почистить себя под средством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную. И опустите все мои руки. И выведите на путь спасения. Постану Ангел Божий. Хранитель и покровитель. Бедным в душе и тело. Прости мне все, чем я скорбил Тебя. Воседи мои жизни. И если я чем-то грешил прошедший ночь. Заищи меня настоящий день. И сохрани меня от всякого искусения вражесого. Чтобы мне не пролезать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господа. Чтобы Он упудил меня от страха Своего. И садил меня рабов, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычество, моя Богородица. Святыми Твоими, святыми мольбами. Отгоняя от ничтожного, несчастного раба Твоего. Умение. Завдение. И неразумие. И нерадение. И все скверные. И мукавые. И сумму помышлений к несчастному терпу. Я помрачен ума моего. И погасит вами страстимый. Ибо и ничь и слав. И сбажение. От многонубительных воспоминаний и намерений. И освободи от всех огловых действий. Ибо ты благословен от всех родов. И Твое пречесное имя славится. Во веки веков. Аминь. Аминь. В неделю вторую по Пасхе. Святого апостола Фомы. Тропарь. Запечатанную гробу. Живот от гроба воссиял. Иси Христе Божие. И дверим заключенным учеником предстал. Иси всех воскресенье. Дух правой теме обновляя нам. Повелицей Твоей милости. Христос. Воскресе из мертвых. Кандак. Любопытную десницую. Жизноподательная Твоя. Ребра Фома испыта. Христе Боже. Со заключенным подверем. Яков шел Иси. С прочими апостолы. Вопияши Тебе. Господь Иси. И Бог мой. Христос. Воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Исущим о гробе живут дарова. Молите Бога на святую угодную Божию. Игнатий Владимир. Любовь. Ибо мы усердных вам прибегаем. Скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица Дева. Радуйся. Обрадана Мария. Господь с Тобою. Благословен ты в женах. И благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа спаса. Избавителя душам наши. Непобедимая божественная сила. Честная животворящего Христа Господня. Не остави нас грешных уповающих на тебя. Спаси Господи люди Твои. Благослови достояния Твои. Победа на сопротивные дары Твои. Сохрени крестом Твоим жительство. Спаси Господи. Помил от самого духовного родителей и сродних благодетелей. Митрополита Марка Неголая Агапангела. Тихона Антония. Священный Рея Акима. Павла Геннадия. Сергия Иоанна Михаила. Наума Кирилла Вадима Зосима. Владимира Максима Андрея. Глебу не дай погибнуть. Диакона Фе Евгения. Александра Михаила Андрея. Епископа Максима. Митрополита Сергия. Патриарха Кирилла. Франциска Корнирия. Александра Деодора. Митрополита Тихона. И Лариона. И весь священнический иночийский чин. И вышли из служителей миссионеров. Христианам. Язычникам. Иудеям. Мусульманам. И буддистам. И нам дай еще священника. Рожден нас выше. Которые благовестниками являются. И место для занятия. Смири власти воинства. Их наведи страх твой на них. И через них сотвори благое от церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы. Дабы дали достойно жить людям. Что было еще уделять нуждающимся. И сохранить от покушения на них. Преобразуй их в сердца. И соделай духовную. Владимира Михаила Жозефа Рамзана. Владимира Александра Эрдогена. И все правители мира и господствующие над наследием. Ибо с них будет строгое взыскание на суде Божьем. Слава тебе, Господь, за тихую мирную ночь. Что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться. Обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. Для всего починеного добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день. Которого никогда не было во вселенной. И мы его совершенно не знаем. Что нас ожидает в нем. Научи нас, Господи, всегда и во всем доверяться Твоей заботе. Твоему промыслу о нас. Ибо верующих Тебя, рожденных свыше. Ты назвал святыми моими и избранными моими. Кто с радостью исполняет все Твои святые заповеди. Помоги нам оправдать эти дивные названия. И в вечности быть с Тобою. Слава Тебе, Христе Божий наш. Защити наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы потопления. И благослови живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру дай веру. Благослови Людмилу, Владимиру, Любови, Алексея, Иосифа. Прищи добрый житель с детьми, любящими и знающими уставы Твои святые и ходящих послушания. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину, Юрия, Александра, Александра, Сергея, Сергея. Слава Тебе, милосердный Господь и Бог наш. Как дивны дела Твои. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яка родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага, животворящего Креста Господень, оставь у нас грешных, уповающих на Тебя. Будь милостью к нам, Владыка, прибудет с нами, услышай наши молитвы. И все устрой по воле Твоей, Святой. Чтобы более всего мы искали спасения. Быть с Тобою, Христе Божий. Дабы кто не обольстился временно этой жизнью. Слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь и Бог. Мы просили помочь нам, Господи, переиздать Техтомник Нового Завета, Столкование Блаженного Фефилакта комментариями и книгу к Истинному Православию. И более того, Ты помог нам издать проповедь в стихах. Слава Тебе. И ныне просим, помоги нам, Господи, издать почти необходимое средство для проповеди во свете Святой Библии. За Слово Божие нет уз. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савао. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш. Слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснадеба Мария, Матерь Христа Бога наша, покрой нас самопаром в любви от зависти несчастивых. И воззри, Господи, на все потоки лжи, изливаемые недругами, которые не скрывают желание уничтожить и селение православное, и наше интернетное содружество. По всем признакам похоже, что похулили Духа Святого, ибо молитва совершенно не достигает никаких перемен нет. Благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Елену, братья Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуардов. Аллилуйя. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия по стране и по многим странам. Воздаем добром, где мы могли останавливаться. Благослови Павла, Зинаиду, Владимира, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Кирилла, Николая и Виктора. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебя, мой добрый Ангел. Сколько лет ты хранил меня и защищал от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу мы по мытарствам, страшным и непонятным. И веди он навеки, вечно от Царства Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Ян Христитель, Претеча Христов. Моли Бога о нас, Господи. Ночи нажить и в бедности, имея пропитание и одежду их. Быть благочестивым и довольным. И каждому ты даруй доброе жилье, где мы можем спасаться от непогоды, от всего, что не славит Господа. Кто строил эти жилища и храмы, в которых находим единение в общих молитвах. Слава тебе. Аллилуйя. Посети болящих, Господи. Дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы в исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Владимира, Владимира, Виталия, Павла, Даниила, Надежду, Людмилу, Любовь. Помоги, Господи, благослови Агнию на операцию. Все устрои как угодно тебе, Христе Божий наш. Благослови болящего Михаила. Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. По твоему благоволению, Боже, все это может оказаться полезным и спасительным для нашей бессмертной души в вечности. И найди все наше родство и вдокие, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Лену, Марию, Татьяну. И благослови путешествующих. Сохрани их в пути. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Все время путешествующего Галину. Благослови. Александра. Попадавших в аварию, Игоря и Елену, Ты спас и защитил. Слава тебе, Боже наш. Хвала тебе. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудо-отворец, Образ крутости и воздержания, Добрый архипастырь, Моли Бога о нас и о нашей живности, Через которую Господь облегчает Наше пребывание на этой земле, Как ее доли печали. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Иосиф, Патриархи, Езранием, Амус, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия, Иогей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрохи, Пророк Михея, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, Дабы день прихода То наше отчасти Не засталось Неготовыми, Но чтобы вы еще На встречу Тебе, Боже, С горящими светильниками Истинной веры И сосудами полными Илея добрых дел Соделая в Духе Святом И с любовью, Аллилуйя, И найди, Господи, Отступников От церкви Николая, Александра, Юлия, Евгения, Тамара, Ты их всех знаешь, И покажи им, Что вне церкви Нет спасения, Ибо кто не имеет Таинства, Плоти и крови Христовой, В том нет жизни, Только Ты можешь, Господи, Вразумить их В этом обольщении Находящемся Из-за какой-то обиды Ушли из церкви, Помилуй, Господи, Жалься над ними, Упокой, Господи, В обителях небесных Усопших отец и братья наших, Родителей, сродников, Благодетелей всех Православных христиан, Ибо нет человека на земле, Который живя не согрешил бы, Прости им всякое согрешение, Вольное и невольное, И душам нашим Полезное сотвори, Молите Бога на святые ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, Сенебесные силы, Престолу Божию, Предстоящие, Святые апостолы, Петр и Павел, Святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Да дарит Господь жажду, Исследуя священные писания, Ибо через них мы думаем о межизвеченном, А они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя, Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликамс, Минский усин, Пилосов, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Ирон, Мученик, Климент, Римский Климент, Анкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, Сорок святых мучеников, Царь Николаевич, Святое царское семейство, Владимир, Венинмин, Осип, Борис и Глеб, Молите Бога о нас, Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания Зверя, Антихриста, Начилой или правую руку, Благоцель взятых из семейств И отправленных На военное действие, На фронт, Никиту, Александра, Максима, Иоанна, И неведомых нам, Верующих тебя, Не допусти, Чтобы они сквернились С чужой кровью, Чтобы они помнили, Повторяли откровения 13, 10, Кто ведет в плен, Тот сам пойдет в плен, Кто убивает мечом, Тому самому надлежит Быть убитым мечом, Здесь терпение И вера святых, Аллилуйя, Посети, Господи, Томящихся вузах, Тюрьмах, Лагерях, Психиатрических темницах, Верующих тебя, Монаха Сергея, Владислава, Вара, Мы молились об Иллии, И ты внезапно Отсвободил его до суда, Это совершенное Тобое чудо, Господи, Останется В памяти нашей, Как милости Твоей, Не допусти, Чтобы он давал повод Ищущим повода, Господи, Дай ему желание Всем сердцем Служить Тебе, Если мешают Прежние друзья, Освободи его от них, Как угодно Воле Твоей Святой, Аллилуйя, Молите Бога На святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасия Великий, Прям Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серапим Саровский, Иоанн Тоборский, Иоанн Кронштадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Ироним, Стридонский, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да укрепи и сохранит нас Господь В святой православной вере, А замысл иритниковых сектантов, Разруша, развеем, И что преврати, И покажи им, Господи, Что кроме церкви Спасения нет нигде, Как спасение от потопа В Ноем Ковчеге, Сколько добрых людей Сатана прельстил и убил туда, Которые считают себя церковью, Возникнув через полторы тысячи лет От основания тобой церкви В Сионской горнице И в доме Корнилия, Ты сказал, Я создам церковь мою, Она тобой создана, Я создам церковь С вами вами Во все дни до скончания века, И поэтому обман, То, что та церковь пала, Нужно новое основывать, Это дьявол делает, Вразуми, Господи, И найди новые души, Аллилуйя, Молите Бога на святые жены и девы, Фекла первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Сапия, Наталья, Адриан, Варвара, Катерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроника, Юника, Киприяна, Устина, Годарует Господь Женам и Девам Послушание, Молчание, Целомудрие, Истерливость, И сохранение Хозяческого поругания И насилия, Исправь непокоримость Галины, Семейства Евгений, Надежды, Людмилы, Виктории и Анна. Родители просят О младенцах Помолиться, Чтобы выросли Послушные родителям, Сохранили веру И стали благовестниками. Благослови, Господи, Евсевия, Ездру, Ангелину, Алфея, Феодосию, Игнатия, Марка. И просят Помолиться Одержимой Духом Злым, Чтобы Господь Избавил их От этой беды. Рустик, Ирина И бывший Здесь Егор. По всем признакам Беснуется человек И не понимает, Что делает, Ни родители, Никого не почитает. Слава Тебе, Милосердный Господь и Бог наш. Слава Тебе. Просим Твоей милости И щедрот. Прими нашу молитву Воздиание рук Как жертву вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы С молитвами всех святых, Моляще к Тебе На небе и на земле. Ты Бог, Сотворивший этот мир И сохраняющий его Как зиждитель. Ты, Господь, Знающий все Прежде бытия. Господи, Услыши, Исполни молитву Всех молящихся о нас Во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий И пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас грешных. Прими и исполни Наши молитвы О всех заповедавших Нам молиться о них. Спаси их И помилуй. Мы взываем Они заповедавших, Кому слово истины Было возвещено. Коснись их сердец. Дай им твердую веру В то, Что за гробом Нет покаяния Приемлемого Тобою. Примириться с Тобой Возможно Только при этой жизни. И благослови, Господи, Виталия, Никиту, Николая Егора, Что Трудились В поте лица Добывая свой хлеб. Будь милостью К ним, Господи. Они так нуждаются И в этом. Тебе, Боже, Хвала. Тебе слава. Тебе честь И поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают И дослышат Рабы Твои Голос Твой. Голос Твой Воскрес. Опять Новое утро У нас По милости Божией. Как многие Желали бы Прошлые годы И нынче Лишенные Связи с родными У тебя был В этих местах Свидание Дают За хорошее Поведение. И с кем Разговариваешь Он там Трубку держит. И ты его Видишь Он перед тобой А между ними Перегородка Из двух стекол Так что Не лично Мне сказать Чуть только что А там На проводе Слушает Начальник Какой поставленный Не говорить А то прервется Вот так А мы Эту свободу Имеем Каждый день Я могу Выйти Ночью Помолиться Под звездным Небом Там ничего Нету Ничего Не видишь Я когда Первый раз Увидел Деревья Уже в лагере Каждая Веточка Кажется Дорогая Мы Окружены Великими Чудесами Божьими И даже Не замечаем Плывем в них Научи нас Все ценить В этой Свободе Я могу Взять Писание Включить Слово Божие Здесь Начитано Есть Златоуст У нас Если кто не знает Я могу Скинуть У нас Огромное Огромное Сокровище На сайте Не в скайпе А сайт Там у меня Около Пятидесяти Томов Книг Начитанные Восьмидесятые Годы Сохранились С трудом Великим Зарытое В землю Где-то Были Враги Все выискивали Все уничтожали А теперь Каждый пошел Отвечать За то Что делал Вот Вчера По милости Божией Нам завезли Щебень Вот молились О Каримовом Михаиле Там потоп У него был И комната Все попорчено Но я В нем Вспоминают Я говорю Меня поставьте Рядом Тоже Готовимся Дом Ремонтировать Оказалось Дом Где вот Нахожусь А у него Фундамента Нету Никогда бы Не подумал А нижней что Бревно Вода Сгнил И дом Начинает Тянуть В другую Сторону Ну и вот Сколько Что будет Сегодня Сказали Песок Забездет Сразу 48 тысяч Так еще Арматура Не знали Арматура Железа Там 45 или сколько Рублей Каждый килограмм И как Теперь Купили Два домкрата Ну Никогда Не приходилось Делать Такое Что Ниже Уровня Земли Вот эти Бревна Из которых Дом Был Сделан Сделанный А фундамент Должен Подниматься Выше Земли Пока Не знаю Как Тут С Красноярска Тестов Константин Обещается Приехать Начнем 3 июня Совсем Рядом Но Вчера Мы Ходили В центральный Район Тут Барнауле Потому Что Услышали Неприятную Новость Что Где мы Живем А тут Наступает 20 Этажей 22 Высотные Уже Считаются И Дома И надо Убирать То есть Не спрашивают Там Решает Городская Администрация Или этого Района Нашего Но я Им сразу Рассказать Что наше Жилье Вот это Где мы Находимся Оно Единственное За все Годы Советской Власти Потому Что Я реабилитирован Как жертва Политических Репрессий Стал Требовать Вернуть Что У меня Изъяли Раз Я не Виновен Был Меня Ограбили Еще до конца Все нет Мне сильно Помогал Один Человек Женодорожный Как Председатель Суда Районного Лир Иван Иванович Он Где-то Шел Его Машина Задавила А он Со мной Ходил Везде Все Узнавали Какие Нормы Государственные То Что я Сделал Начитал Музыкальное Оформление Артисты С разных С разных С разных Сторон Искал По тем Временам Это Стоимость Которая Я Представлял Государству Рассчитаться 11 Миллиардов Это Не Как-то А у них Ничего Не было Как раз Самый Большой Тут Наклон Вал Судебный Исполнитель Поставила Перед Пактом Если Сама Не Рассчитается Никто Рубля Не Получит Больше Арестовывает Все счета Городской Администрации Я Тоже Не Знал Что У них Такая Власть Судебный Исполнитель И Вот Недвижимость Два Дома В одном У нас Храм А в Другом Вот Мы Тут И Живем Показывали Значит Я Просил Меня Поставить Рядом С Михаилом Там Чтобы Все Успеть Сделать И Выезжать Деревью Как-то Привыкаешь На одном Месте Тут Хорошо Работает Интернет А там Перебои Такие Даже Вот Считается Слышимость Хуже Ну Как Богу Угодно Я Утром Говорю Если Какие Это Срочные Срочные Вопросы Очень Срочные Ну Задать Только Так Я Четыре Москвы Ночи Уже Могу Принять Вот Сейчас Семь Секунд Я Молчу Если Вопросы Какие-то Есть Сразу Сказать Что-то Срочное Даже Ждать Нельзя Ну Вот Такое Дело Я Все Пересмотрел И думаю Пойти Надо В городскую Администрацию Районную Районную Ниже Ростом Как-то Было Такое Возникло Я Обратился Соседи Приходят Говорят Вы Слышали Что Нашу Улицу Хотят Уничтожать Я Обратился Ответ Пришел Что Ничего Нет Тем Более Это В частном Порядке То есть Я Дом Могу Продать Только А не Так Что Они Подъехали Бульдозерами Сворачивают Вот Есть Такой Фильм Левиафан Там Как раз Говорится Это В Америке Одного Так же Что-то У него Там Развалили И Вдруг Он Вскрылся Вскрылся Его Нигде Нет А он Оказывается Свой Трактор Бульдозер Достает Броню И как Немецкие Тигры Делают Название Тигров Это Танк Такой И Наконец Выехал Оттуда И давай Давить Подряд Ломать Все Где Там Выскочили Люди Бухгалтерия Кто Против него Был Кто Не трогал Его Никого Не трогал Его Стрелять Его Никак Не могут Там Достать Он Забронирован Там У него Щель Одна А он С собой Оружие Там Взял Он Понял Что Жить Не дают И Разговаривать Не надо Как Тут Воровство Шло Показывали Машины А Вон Фронтовик Сапером Был И он В гаража У себя Понастраивал Мины И Когда Воры Посунулись Оно Как Рвануло Сразу Оторвало Двум Голову Милиция Приехали Стали Разбирать Милиция Подорвалась Ну Его Тут Не похвалили Вот Как Люди Доходят В Другом Месте Это Прямо Конкретно Было Платить То Было Нечем На Заводах Деньги Перестали Иметь Вот У нас Работали Где На Шинном Заводе И Рассчитывались Колесами Если Кончилось Они Колесо Катят Оттуда Работают У одного Работали Провода Там Выпускали Кабели Дали Моток За ребенка У меня В лагере Даже Рассчитывались Так Если Ничего Нет Но Главный Расчет Это Милость Божия И вот По тем Временам Даже Смотришь И Как-то Люди Выжили В деревне Это один Вопрос Там Все Свое Нельзя Никак Без Пищи Обойтись И тогда Уже Разговоры Шли О многом Что Вот Перекроют Воду Надо Заранее Готовить Группы По 100 По 150 Человек Выходить Это Землю Брать И начинать Обрабатывать Вот Как Шло Маленько Наладилось Тут По Милости Божией Так Если Милости Божией Будет На То То Означает Мы Двинулись Вперед Вот Сейчас Готовится К Крещению Уже Начинают 7 Июля Воскресенье Будет Спрашивают Вчера Тут Новые Люди Пришли Как Через Вячеслава Потому Что Встречать По Одному Никто Не Будет Это На Разъезде Под Степной Где Берут Билеты Все Через Него Обращайтесь Помогает Тут Вроде Николай Астахов Безведома Вячеслава Семенова Чтобы Не Было Они Знают Когда Что Кто Я Тут Совершенно У меня Машины Нет Водить Встречать Не Можем А за 4 Километра Встречают Обычно Встречают У нас Машина Газель Есть А тут 4 Километра Разгрузили И Все Вот Такая Обстановка Значит Если На память Господь Даст Сегодня Я думаю Поговорить С сестрой Любовью И Найти Где Они Там Находятся Это Организация Городская Администрация Им Показать Все Фотографии Когда Я получал Это Все С мэром Города И Он Прямо Писал Что У вас Место Встречи Молитва Будет Прямо Для Храма Было Если Кто Желает Узнать Про Нашего Мэра Зарядите Википедия Баварин Баварин Владимир Николаевич Ну Обычно Как Родился Там Был Должности А тут Написано Вероисповедание Его Православный Руководители Каких-то Должности Такие Мэр Города Это Он входил в десятку лучших мэров Но по моим Рассуждениям Он среди этой десятки Был лучший Верующий человек Это такая Редкость Для такой должности Ну и вот Мне нужна встреча Все Явить Показать Его письма Чтобы сохранили Чтобы если даже будут Что-то делать Обошли нас Не тронули Ну вот Как сказать Новости Что о чем мы нуждаемся Чтобы Господь Устроил Все Помогает Тут Елена Гладычуку Ей зять Строится И вот А вон Там Он Выписал Сто Тон Щебенки Ну и Вчера Одну машину Нам загнали Пятнадцать тонн Пятнадцать Как я не хотел Дальше Говорит Нет Оно Так будет Ну по-своему Теперь песок Буду тут Чтоб только Дорогу не Перегородить Чтоб когда Уголь-то Привезут Было куда Тоже Забота Ну какая Забота Я знаю Что есть Малюся Будет так Как Богу Угодно Вот мы Ходили Вчера Где Дождь Время Прошла Ночь Ну прям Думаю Нет Надо Выше Идти Тогда Им Будет Легше А те Которые Самостро Это Сделать Вот Они Платят Говорит Большие Деньги Чтобы им Разрешили То и Другое Куда Они А тут У нас Река Опь Это Большая Река Можете Зарядить Там Тоже Посмотреть Что Она Представляет С собой И тут От Ее Отходят От Рожек И он А вот Упирается Тут Где Дома Он Называет Рукав Так И вот Они Ее Хотят Засыпать Землей Где Пароходы Ходили И Если Это Получится У них Дальше Хотят Там Русло Углубить И там Лайнеры Будут Приходить Останавливать Все корабли Ну я Услышал Так Так А могут Сделать Государство Все Может Может Откуда Есть Какая Земля Будут Валить И Завалят Завалят А там Утрясется И Продолжят Свая Пройдут В твердую Площу Вполне Могут Но Сегодня Они Устроители Эти Наводят На нас Панику Страх Хочу я Или не хочу Но сердце Тревожится А то Меня тронуть Никак Нельзя У нас Все Здесь Есть Все И Храм И Склады Я же Начальник Детского Лагеря Был Склады Постоянно Нужны Тем более Книги У нас Здесь Четыре Пять Складов Маленькие Такие Для себя И Какое Бо Они Место Не давали А чего Ради Я пойду Мне Это Дало Государство Государство И что Вас Брат Не может Обратно Проигрывать Так что Думаю Наши Документы Помогут Нам На стене Висели Фотографии Наши С мэром Когда они Передавали По рукам Ударили Даже Поцеловались И все Это Зафиксировано Тоже Помолитесь Об этом Если Пойдем Чтобы По слову Божию Все было Вот Ну и Наши Братья В Потеряевке Думаем Что Сейчас При 21 Вроде бы 23 Мая Приезжает Николай Георгиевич Кузьмин Ну и Володя Там что Нужно Заберут И сюда Хотя бы На недельку Придется Кого-то Просить Там Двух кошек Увел За ними Смотреть За голубями Отсюда Остается До 10 Июня Обычно Уезжаю Даже Восьмого На три дня Приеду Раньше Вот так Все у нас На этом Христос Воскресе Ухожу Воистину Воскрес Богом Аллилуйя Оставайтесь На чтение Евангелия От Луки С блаженным Феофилактом Толкованием Благослови Господи На чтение Священного Писания С толкованием Блаженного Феофилакта Дарую Разумеет Написано Исполнить Волю Твою Во славу Имени Твоего Сатага Евангелие От Луки Одиннадцатая Глава С тридцать Седьмого По сорок Первой Стихи Когда он Говорил это Один фарисей Просил его К себе Обедать Он Пришел И возлег Фарисей И же удивился Увидев Что он Не умыл Рук Перед обедом Но Господь Сказал ему Ныне Вы Фарисеи Внешность Чаши И блюда Очищаете А внутренность Ваша Исполнена Хищение И лукавство Неразумные Не тот же Ли Кто сотворил Внешнее Сотворил И внутреннее Подавайте Лучше Милостыню С того Что у вас Есть Тогда Все будет У вас Чисто Толкование Хотя Господь знает Недоброжелательство Фарисеев Однако Обедает С ними Потому что Они были Лукавы И нуждались В исправлении Ибо Для того Он Обедает С ними Чтобы иметь Повод К улучшению Нравов Их Например И теперь Смотря на Неразумные Хобычи Умываться Перед Вкушением Пищи Научает Что душа Должна Быть Очищена Добрыми Делами Так как Полоскание Водой Очищает Не душу А тело Они Безрассудны Думали Что через Погружение В воде И омытие Тела Вместе с телом Очищается И душа Их Поэтому Господь Воспользовался Прекрасным Примером Чаши И как Время Было Стола Он 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 Упоминает Чаши Иуде Указывает А где Любовь Книжи Время Время от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Толкование фарисея именно для того, чтобы не приступить к закон, давали десятину из самых незначительных предметов. Если кто упрекал их в мелочности, они ссылались на закон, который повелевал приносить священникам десятину со всего. Поэтому Господь и говорит, как сим вы не пренебрегаете, так надлежало вам творить суд и любовью, и любовь Божию. Поскольку фарисеи были неправосудны, притесняли вдовиц и сирот, то Господь говорит, должно вам иметь суд, то есть правосудие. Поскольку же они были презрительны к Богу, без рассуждения, простирая руку к священным делам, то Господь заповедует им иметь любовь Божию. Ибо кто любит Бога, тот к делам его не приступает с пренебрежением. Господь же говорит, вы подобны гробам, которые полны всякой гнилости, а снаружи блещут мрамором. Люди по наружности их не узнают, какими правилами они руководствуются в жизни, почему они ходят, а если бы знали, то отвратились бы по причине внутренней скверности. Законник безрассудно сам себя подвергает обличению. Законники были иное, чем фарисеи. Фарисеи считались подвижниками и отсеченными от прочих, а законники были книжники и учителя, для желающих разрешали вопросы из закона. Они, законники, налагали на людей бремена тяжелые и неудобоносимые, а сами не дотрагивались до этих бремен и перстом своим, то есть сами ничего не соблюдали из того, что заповедовали прочим. Ибо когда учитель сам делает то, чему учит, тогда он облегчает бремена, подавая в самом себе пример и ободряя учеников. Когда же он ничего не делает из того, чему учит, тогда времена кажутся ученикам истинно тяжелыми, так как где и учитель не может выполнить их. Господь обнаруживает также, что иудеи потомки Каина и наследники его злобы, когда говорит, что вся кровь, пролитая от Авеля до Захарии, взыщется от рода сего. Вы, говорит, убивали пророков, братьев ваших, как и он Авеля. Почему не без основания некоторые принимали Каина за образ людей, побивавших пророков, за что отмещено им семь раз, то есть наказанием легчайшим, а ламеха за образ людей, убивших Христа, за что отмещено им семьдесят раз семи жды. Бытие 4.24. Именно рассеянием в плен безвозвратный. Кто же был Захария, которого убили между храмом и алтарем? Одни говорят, что это давнешний Захария, сын Иодаев, которого побили камнями, как известно из книги «Царств 2» Паралепименон 24.20.21. Другие же говорят, что это отец предтечи. Он не исключил из ряда Дев Богородицу после того, как она родила Христа и поставил ее на том же месте, где и они стояли. А это место было между храмом и внешним медным алтарем. За это и убили его, так как некоторые ожидали во Христе будущего царя своего, а другие, между тем, не желали быть под властью царя, то поэтому убили этого святого и за то, что он утверждал, что родила Дева и что родился Христос, будущий царь их, что было им противно, ибо они желали быть без царя. Психаторопа, пси-четвертая стихия, горе вам законникам, чтобы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им, это фарисеи, книжники-фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его ключом, толкование ключом разумения, Господь назвал учение и руководство последствием закона, могущего приводить ко Христу, ибо закон, без сомнения, служит руководителем ко Христу. Галатам 3.24. Итак, законники, по-видимому, объясняли закон, а между тем злонамеренно удерживали ключ разумения и не отворяли дверей закона, через который могли бы сами они и народ прийти ко Христу. Закон служит дверью ко Христу. Вот эта дверь остается заключенной, если кто-нибудь не объяснит примрачность стороны закона и таким образом не отворит двери, «Ибо и Господь сказал, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне» Иоанна 5.46. И опять «Исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне» Иоанна 5.39.40. Для примера укажу на одно. У иудеев, как известно, за Калаем был агнец, помазываемые были пороги, вкушали они этим мясом, и это у них было победой над губителем, исход с 1 по 13 стихи. Всем этим предвозображалось таинство Христова. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Благословенного всем дня! Спаси Христос за молитвы! Благослови Христос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...